Один и День Беспеки. В рамках республиканской акции в Гомеле произошло масштабное мероприемство. Открытая пляцовка Каля-Ледового палаца собрала представников разных служб и организаций. Не просто нагадать жахарам города о правилах безопасности, но и сделать это яскраво и позитивно, как на соправдном свете. Подробности в следующем сюжете. Один и День Беспеки позволил службам, которые удельничали в свете, целком продемонстрировать свой техничный потенциал. То, что специалисты Гомельшины выкарыстовывают подчас штадионной працы, зараз процтала увазе дорослых и детей. Техника и экипировка МНС, Департамента Аховы, Держаута Инспекции – да усяго можно докрануться, примеры цти поездить на ведомостном транспорте. Оснашенность служб постоянно расте. С кожным годом на их узбраение возникает нечто новое. На этот год в планах есть. У нас, конечно, сейчас более мы развиваем систему видеонаблюдения, потому что, как многие знают, сейчас очень популярно интеллектуальное видеонаблюдение, позволяющее производить как и распознавание лиц, так и осуществлять допуск на объекты, то есть без всевозможных ключей, чипов. То есть, скажем так, видеокамера фиксирует лицо, сопоставляет базы данных. Час проведения свята, наприконцы лютого, выбрали не выпадково. Зимовый сезон амаль скончился. Тому необходимо подвести пауные выники деяности. Жахары региона отвыкли от такой зимы. Все лето я напрыбавило працы розным службам. В этом году зима удалась. Было достаточно прочное ледовое покрытие. Но все-таки жертв избежать не удалось. На данный момент, начиная с этого года, у нас три удопления, три логических случая. Сейчас хотелось бы обратиться к всем жителям Горнинской области, предупредив о том, что сейчас будет интенсивно даяние вда. Необходимо быть предельно осторожными, не выходить на лед. Вопыт и веды детям. Такий девиз одинагадня бяспеки. Перш за усе яны. Хлопчики и девчонки, школьники и малые, павинны разуметь, як треба корыстаться бытовой техникой, правильно пераходзіць дорогу, ведаць номары телефонов, каб вызвать специалистов падапамогу. Веселая свята с песнями, танцами, флешмобами стала и шейкарысным урокам для самых маленьких. Очень отрадно, что на такие мероприятия приходят родители со своими детьми, потому что именно наши дети – это залог нашей безопасности, и обучение их основам безопасности очень важно. Самое интересное, что по завершению мероприятия дети и взрослые смогли получить обучающую наглядно-изобразительную продукцию как от работников МЧС, так и от других субъектов профилактики. Первый этап республиканской акции «Один и день безпеки» завершенный. Его организаторы спадзяются, что свято подарило же храм города не только позитивное уражение, а и разумение, насколько важно выконовать необходные меры застароги. Миколай Скинциян, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гомель». «Гомель» «Гомель»